Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас с вами осенняя посадка саженцев винограда. Первый вопрос, когда? Когда саженец к этому готов? Когда он вызрел и ушел на покой? Что значит вызрел? Когда у него коричневая лоза, самостоятельно опала листва. Если листва опала в результате заморозков, мы ждем пару неделек и можно смело выкапывать. В наших условиях это приблизительно конец октября, начало ноября. И что значит саженец вызрел и насколько он должен вызреть? На самом деле нам достаточно буквально пару почек. И смотрите, даже если у вас лоза вызрела на саженце буквально на сантиметр-полтора, ничего страшного. Потому что вот здесь и вот здесь у него есть несколько почек, которые пойдут в рост. До какого времени можно осуществить посадку таких саженцев? До того момента, пока не замерзнет земля. Напомню, саженец вызревший, он находится в спящем состоянии, поэтому ему не надо приживаться, адаптироваться на новом месте. Пока землю можно копать, вы его вполне можете посадить. С учетом того, что в последние годы зима у нас приходит в январе, то фактически до нового года можно осуществлять посадку таких саженцев. В моем примере это саженец со школки. Я невызревшую часть обрезаю, но эту оставим. Самое главное у саженца это корни. Корневая здесь хорошая, но нам надо их срезы обновить. Взяли вот так в кучку и обрезали. Яма. Подготовка ямы это залог того, что ваш саженец будет развиваться быстро и хорошо. На этом участке мы копаем ямы где-то 60 на 60 на 60 приблизительно и закладываем туда перегной, либо компост, то, что у нас есть. На этом участке, поскольку посадок очень много, мы уже подкормочные узлы не делаем, будем кормить по-другому. Что такое подкормочный узел и как его делать, я оставлю вам ссылку на видео. Чем больше вы сделаете яму, тем, конечно, вы можете больше туда положить, лучше ее подготовить и тем саженцу будет расти проще. Если у вас какие-то очень тяжелые глинистые почвы, холодные, соответственно, сделали яму поглубже, туда положили дренаж и у вас не будет таких проблем с застоем воды. Ну и саженцу будет гораздо проще расти. Мы засыпаем в ямы то, что у нас есть. Ямы для осенней посадки можно готовить прямо перед посадкой, ничего страшного. Немножко уплотнили, потом еще прольется водой. И для осенних саженцев это совсем не страшно. И переходим непосредственно к посадке. Очень важный момент. Снимаем бирку. Какая бы она ни была, она в дальнейшем может очень сильно тормозить развитие саженца. Глубина посадки в наших условиях это приблизительно 25-30 сантиметров. Если почва более глинистая, значит мы садим несколько выше. Если песчаная, можно садить чуть глубже. И это уровень, где у нас вот пятка корня должна быть. В ямке мы делаем небольшой холмик. И сюда саженец наш устанавливаем. И смотрите, что еще очень важно в наших условиях. Чтобы несколько почек, хотя бы вот эти самые первые, оказались под уровнем земли. Хотя бы на несколько сантиметров. В этих условиях не страшна зима. Если что-то случается с надземной частью, у вас всегда есть запас под землей. Вмерзание почек там маловероятно. Если вот эта часть черенка слишком длинная, тогда мы просто немножко саженец наклоняем и прикапываем. Если ваш саженец не очень хорошо вызрел, оказался совсем коротким и при посадке вся однолетняя часть оказалась под землей, ничего страшного. Просто поставьте себе там какую-то метку, чтобы вы знали, где именно он у вас растет. Проливаем водой. Вот смотрите, даже приложили лопату для уровня. Получается у меня там и не две почки, а гораздо больше оказываются под землей. Ну, таким образом мы убиваем двух зайцев. Первый я вам уже сказала, то есть мы подстраховываемся на случай морозов. И второе, практически на уровне земли у нас будут расти побеги, из которых мы в дальнейшем будем формировать рукава. Мы выращиваем виноград в укрывной культуре. И нам это крайне удобно. Удобно обращаться, удобно укладывать, удобно все делать в дальнейшем, обслуживать этот куст. Вода впиталась и засыпаем яму полностью. И вот на самый верх можно, в принципе, уже сыпать любую землю, ту, которую мы достали из ямы снизу, не совсем плодородную. Ее смело можно насыпать наверх. В таком состоянии мы оставляем саженец до зимнего укрытия. Если вам удобно, вы можете укрыть его сразу при посадке. Какие могут быть варианты? Можно насыпать холмик земли, сантиметров 20-25, сверху пленочку, чтобы эта земля не намокала. Замечательное укрытие. Можно поставить 5-литровую бутыль. Сверху тоже все это обсыпать землей. Тоже замечательное укрытие. Можно каким-то сухим материалом, природным укрытием. Еловыми лапками, папоротником, чем-то еще соломой, к примеру. Но только, опять же, папоротник, солома, значит, сверху пленочка, чтобы это все не намокало. То есть по укрытию вы уже смотрите сами. Что вам удобнее, то используйте. На зиму лунку мы убираем, чтобы не было никаких застоев воды. А весной делаем ее вновь, чтобы удобно было и поливать. И почва быстрее прогревается, быстрее пойдут почки наши в рост. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку счет, ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!